я делала вам подсъем, что разобрала наконец-то свою пряжу по корзинкам, сейчас мне так нравится, как это все аккуратно стоит, аккуратно выглядит, все видно, все, что нужно, взял, достал, вот, в общем, моточная пряжа, частично, которая у меня хранилась на этих полках, разобрана, мне вообще, на самом деле, очень сильно тянет вот на эти моточки, браши, ланогроссы, насколько я знаю, ее сняли с производства, я запаслась ей, у меня на полное плечевое изделие хватит, по-моему, либо 6, либо 7 мотков я покупала, но там метраж 150 метров, и спицы довольно крупные, так как это альпака, махер, там что-то еще, в общем, хочу очень связать что-то из этой ниточки, и меня очень привлекает еще эта нить, это инжения мода от Кати, и ее тоже сняли с производства, это такая секционная пряжа махеровая, которая ложится в полоски, но это не кит махер, и он правда колючий, поэтому я думаю, что мне из этого можно связать только кардиган, что-то, в общем, что будет надеваться реально поверх другой одежды, то есть что будет прикасаться к шее, к телу и так далее, я это не переживу, у меня 2 моточка, соответственно, полноценный кардиган я не свяжу, можно связать, может быть, какие-нибудь бабушкины квадраты, либо можно в кардиган вставить, есть очень много сейчас описаний с бабушкиными квадратами, это мои остатки, которые я последнее время вязала из Сандэй и Махеров, там Сурри Альпак, и я думаю, можно это все классно миксануть в полосатый свитер, правда, мне кажется, будет очень красиво, может быть, ну, естественно, там несколько моточков докупить, и все вот это вот сочетать, прям разноцветные, много разноцветных полосочек, будет классно, в общем, пока складываю, может быть, я еще в течение года буду вязать из этой ниточки, а потом в конце года это все соединю в какое-то полноценное изделие. Итак, получается, я начала новый процесс, который еще не показывала на Ютубе, думала начать носочки, потому что параллельно со свитером хочется вязать что-то маленькое, думала, либо шапку, может быть, начну, но потом решила, что у меня в голове сидел этот топ, я вам показывала референсы с Пинтереста, которые я печатала, вешала на свою доску, также я уже отвязывала образец, и, в общем, начала вязать такую топ-майку, алкоголичку, вяжу по собственным расчетам, решила сначала сделать обвязку горловины, посмотреть, как это все сядет, мне очень все нравится, и, соответственно, уже перед, вот у меня, до подрезов связан, здесь осталось только добрать количество петель на подрез, и объединить вязание в круг, скорее всего, объединю все-таки я вязание в круг, потому что здесь довольно широкие полосы, они, по-моему, на 6 рядов, соответственно, пересекание, соединение именно в моменте перехода цвета не так часто, поэтому, я думаю, в принципе, в круг тоже будет связать довольно удобно. Ну и, соответственно, у меня здесь еще будут обвязаны проймы, тоже вот таким вот красным алым оттенком, мне очень нравится, я прям представляю это с жакетом, с черным, у меня есть черный жакет с какими-нибудь голубыми светлыми джинсами или белыми джоггерами, получится такой, мне кажется, прикольный французский немного стиль, можно даже сделать там яркий макияж губ, вот, очень довольна, вяжу из пряжи Сан-Исгарн Сандэй, уже, какой получается, третий проект в этом году я вяжу именно из этой ниточки, очень мне нравится этот меринос, очень я им довольна, что белый цвет, что черный, что красный, красный, красный цвет идет из серии Питит Нит, я помню, а черный и белый просто из серии Сан-Исгарн Сандэй. Вот, в общем, сейчас двигаю еще этот процесс, он довольно мелкий, я его вяжу на спицах номер 3, но стараюсь вязать довольно плотненько, чтобы, ну, эта маечка идет с отрицательным обхватом, я считала отрицательный обхват минус 15 сантиметров, по-моему, как обхват у груди, вот, поэтому, ну, то есть, тут довольно много петель в итоге получится сейчас на теле, больше 200, по моим расчетам, но я буду смотреть, потому что плотность образца и плотность самого изделия все равно это разные вещи, естественно, я все это буду прикладывать, и вяжу это все по своей майке, обычной майке, которую я покупала в лайме, то есть размеры, замеры, все делала по ней. Перловинка здесь идет не прям под горло, чуть-чуть, наверное, вот столько места остается, но мне нравится, у меня есть много украшений, я обожаю носить украшения, и, соответственно, все чокеры, все колье будут видны, мне это нравится, то есть такой вариант меня полностью устраивает. Если честно, всем привет, сегодня уже последний шестой день пребывания нашего в Сочи, и я сейчас иду встречаться кое с кем, и мы вместе забежим в вязальный магазинчик, я хочу купить какую-нибудь носочную, наверное, пряжу, ну, что-то маленькое, чтобы, знаете, была ассоциация, когда я сижу эти носочки именно с этим городом, с этой поездкой, как такой некий талисманчик, вот, поэтому вам все буду показывать. Музыка Всем привет, меня зовут Лена, это канал Милена Вяжет, добро пожаловать. Сейчас мы с вами перейдем к заключительной части этого видео. На самом деле у меня здесь просто полностью завален стол тем, что я должна вам рассказать. И давайте, наверное, начнем с самой главной новости. Не так давно, наверное, пару роликов назад я вам показывала образец, связанный для топа в полоску. Я вам прикреплю здесь фотографии и референсов того, что я хотела из этого связать. И мой топ наконец-то готов. У меня здесь еще не все кончики заправлены, потому что, когда происходила смена цвета, я предпочла не делать протяжки, а просто делать обрезание нити. И практически все успела заправить. Мне прям осталось совсем чуть-чуть вот здесь по боку. В общем, топ выглядит вот так. Связан он у меня из пряжи Sunsgarne Sunday. Расход получился... Ну, на полосатые изделия, в принципе, все понимают, что расход получается больше, нежели чем на однотонные изделия. И у меня получилось белого цвета ушел один моток. Даже там есть небольшой остаток красного цвета, который я использовала в обвязке. У меня также ушел один моток с остатком. А черного цвета мне одного мотка не хватило. И вот здесь вот в подгиб, в нижнюю часть, внизу у меня идет именно подгиб для красивого, да, вот такого ровного края. Я использовала пряжу носочную Infinity Magic. И если смотреть на свет, на яркий солнечный свет, то пряжа отличается. Я не знаю, насколько будет это видно на камеру. Пряжа Magic, она идет такого немного, знаете, чернильно-синего цвета. А вот Sunsgarne Sunday, она чисто черного оттенка. Но так как это идет именно в подгиб, меня это, в принципе, не обмущает. Топ получился очень классный. Я также прикреплю фотографии. И на этот топ у меня будет описание в формате PDF. Сейчас в моем телеграм-канале проходит набор тестовой группы. Поэтому, если вдруг вы хотите принять участие, проходите, оставляйте заявку. Я вот, получается, на этих входных рассматриваю эти заявки. И в начале недели уже буду набирать тестовую группу. И мы будем вязать с девчонками. Изделие будет представлено в четырех размерах. На обхват груди 80-85, 85-90, 90-95 и 95-100. Почему такой разброс обхвата груди? Потому что этот топ идет с отрицательным обхватом облегания. И отрицательный обхват рассчитан от 10 до 15 сантиметров. В зависимости от того, насколько плотную посадку вы хотите получить в итоге. Этот топ у меня связан с отрицательным обхватом в 10 сантиметров. В 11 получается. И на фото вы видите, как он сидит на мне. Сейчас второе изделие я тоже вяжу. Я вам сейчас обязательно его покажу. Я вяжу с отрицательным обхватом в 15 сантиметров. То есть на размер меньше. Что тот, что тот топ мне, естественно, подходит. Просто у этого свобода облегания, именно в районе талии, более такая, ну, расслабленная. В принципе, о нем, получается, рассказала все. Для меня это очень-очень волнительный момент. Очень большой шаг. Я сейчас занимаюсь сайтом, оформлением своего сайта. Я занимаюсь всеми юридическими моментами. Занимаюсь составлением описаний. Плюс у меня сейчас девчонки начнут вязать этот топ. Мне очень важно, чтобы у них все получилось. Поэтому давайте я вам сейчас покажу еще второй топ, который я отвязываю так же в рамках теста, чтобы правильно все указать по размерам. И это вот такая вот зефирная, пока что передняя часть. Потому что я параллельно с тем, как вяжу этот топ, снимаю видео. Соответственно, мне нужно сначала связать, смонтировать, потом вязать уже дальше. Вот. Это у меня насочная пряжа. По-моему, меринос с полиамидом. Ручного крошения, которое я покупала у Славы. Вот так это все выглядит. Такие розовые приятные крапушки. На мой взгляд, это либо какой-нибудь клубничный йогурт, либо мороженое с клубникой. И очень классно это все выглядит. Планирую основное полотно связать в такую вкрапушку из секционного крошения пряжи. А уже обвязки хочу сделать, подобрать однотонный цвет. Мериносовые какой-нибудь носочки. И обвязку уже сделать в таком приятном молочном светлом оттенке. Мне кажется, будет хорошо. Так что второй топ тоже вяжется. И на самом деле у меня есть идея связать себе третий топ уже в летнем составе. Чтобы опробовать летнюю пряжу самостоятельно. Но я пока еще присматриваюсь. Рассматриваю вариант пряжи Сан-Исгарн Тин Лайн. Она по метражу довольно хорошо подходит под Сан-Исгарн Сандой. Поэтому чисто теоретически летний вариант можно связать из нее. Но, повторюсь, мне нужно сначала отвязать образцы. Или сам топ уже, да, как вариант образца. В общем, поэтому скоро с девочками мы начнем тестировать это изделие. И уже, думаю, в середине мая приблизительно описание будет доступно к покупке. Из готовых работ за это время на самом деле у меня еще не все. Второй готовой работой за этот месяц у меня стали носки. Носки, можно сказать, марта. Потому что, начиная с января месяца, я каждый месяц вижу по паре. Но насчет апреля я не уверена. Потому что у меня сейчас очень много проектов, очень много задач. Если получится, конечно, вставить какую-нибудь носочную пару, будет очень классно. Вот. А сейчас расскажу вам про этих красавчиков. Эти носочки, они получились, ну, практически, да, идентичными. Немного есть несостыковка в переходах, да, этой спирали. И это у меня пряжа бобинная, секционная пряжа, которую я заказывала в магазине Алинда. Я показывала несколько роликов назад. Бобинная пряжа Арцетанта. 450 метров в 100 граммах, 80% меринос, 20% полиамид. Цвет у меня сентябрь. Вот такие кейки у меня остались. На самом деле не взвешивала их. Но я думаю, на какой-нибудь хеликс или, может быть, на невысокие носки с выделением, там, носочка, пяточки и пагалинка. Мне должно, в принципе, хватить. Но пока что я из этой пряжи не хочу вязать повторно. И, если честно, ну, если оценивать по пятибалльной шкале, эта пряжа мне понравилась где-то на троечку. Потому что она вроде мягкая, приятная. Она хорошо разбухает после ВТО. Она довольно такая, знаете, шерстистая. То есть, я не знаю, слышно возле микрофона, что она такая шершавенькая. На ногах это все хорошо ощущается. Но эта пряжа катается довольно сильно. Я эти носки надела один раз, чтобы отфотографировать на улицу. И у них было, получается, вот две стирки. И после первого же раза они прям растянулись. Прям ощутимо растянулись, что второй раз ты их уже не наденешь. Тебе нужно проводить ВТО. И только после этого ты сможешь там повторно носить это изделие. Для меня это, ну, как-то немного проблематично. Поэтому не знаю, буду ли я еще вязать из этой пряжи. Но, в принципе, в целом результатом я довольна. Расцветкой я довольна. Она такая веселая, интересная. Мне было очень интересно, как ляжет это изделие в узор. Потому что обычно в моточной пряже у тебя есть какое-то представление о конечном результате. А здесь, ну, я приблизительно видела, да, то, что у меня получилось в кейках. Но непонятно, ляжет это полосочками, крапинками или полосами или спиралью. В итоге вот легло спиралью. И все выглядит очень даже интересно. Вязала классическим способом. Носки связаны лицевой гладью. Сверху резинка один на один. Набирала в этот раз 62 петли. Пятку вязала, пятка с прибавками. Чтобы, ну, не разделять, да, поворотное вязание не было. Понравился мне, в принципе, вариант этой пятки. Посадка этой пятки тоже. Она очень легко вяжется. Дальше вязала стопу. И закрытие делала ленточное. Только я выделяла не 3 или 4 петли, как обычно, а выделяла 2. И у меня вот здесь вот где высочек получилась вот такая вот полосочка, да, между этими двумя косичками. Но в целом мне очень нравится, как это выглядит. Очень аккуратно. Поэтому как эксплуатировать их я пока не знаю. Буду, не буду. Возможно, может быть, буду просто носить дома на какой-нибудь хлопковый носок. Но как опыт вязания из бобинной пряжи в целом был неплохой. Можно попробовать еще, наверное, какие-то артикулы поискать. На готовых работах на этот месяц у меня получается все. Также у меня было еще 3 покупки. Начнем, наверное, с носочной пряжи. Первую покупку я вам уже показывала во влоговой части этого видео. Купила в Сочи, когда мы летали с ребенком отдыхать. Мне показалось, что это очень интересная идея. Привезти именно какой-то маленький моточек на небольшой аксессуар, чтобы потом это изделие ассоциировалось именно с этим отпуском. Я точно буду воспринимать эти носки и вспоминать именно тот период, когда вот мы гуляли, отдыхали и так далее. Так что, возможно, в скором будущем буду вязать вот эту парочку. Но для меня она какая-то, знаете, более зимняя, что ли, по цветам. Может быть, осенью ее буду вязать. Вот, посмотрим. Не буду долго на ней задерживаться. А вторая носочная пряжа. У меня единственная здесь этикетка оторвалась. Это регия, регия тути-фрути. Это носочная пряжа с хлопковым составом внутри, да, с содержанием хлопка. Здесь идет 72% хлопок, 18% полиамид и 10% полиэстер. То есть шерстяного состава здесь вообще никакого нет. Кстати, чисто теоретически можно попробовать связать топ, который вот я сейчас вяжу, из такой носочки. Но тоже нужно попробовать отвязать образец. Поэтому очень даже, может быть, я отвяжу из этого топа, не носки. Так, метраж здесь получается 100 грамм 420 метров, да, классический метраж. По идее, 100 граммового мотка должно хватить на укороченную версию, если обвязку делать в другом цвете. Идея хорошая, надо будет попробовать. Цвет у меня идет гранат, он делится, получается, это тути-фрути, делится на разные фрукты, и в соответствии с этим фруктом идет расцветка. Я заказала гранат. И почему я вообще, в принципе, заказала эту пряжу? Мне на мегамаркете пришел промокод, плюс у меня были бонусы, спасибо. И в итоге я эту пряжу заказала, что ли, рублей за 30 или за 50. Ну, то есть вообще какая-то маленькая сумма. Я решила, почему бы нет, пусть, раз есть такая возможность, лежит в моих запасах. На самом деле, эту бобинку, которая здесь стоит, я заказывала уже довольно давно. Я просто, мне кажется, вам про нее не рассказывала. В прошлом ролике, в позапрошлом ролике, я вам показывала заказ магазина Алинда, и там был джелонг с кашемиром, такого синего, красивого цвета. И я подумала, а почему бы мне не совместить какую-то пряжу с этим джелонгом и не связать жаккард? У меня там его 100 грамм. И я вспомнила про фарфоровый свитер. Фотографию прикреплю здесь. Отвязала образец, у меня он даже вон там вон висит на доске. Вот он. Но не знаю, в целом образец было вязать интересно, но как это смотрится именно в сочетании цветов, хочу ли я использовать именно такой холодный оттенок с тем синим, я не уверена. Поэтому у меня есть вот эта бобинка, это Батаната Имбянката. Подпишу обязательно название, покупала в магазине Мания Вязания. 15% кашемира и 85% мирноса в 100 граммах, 375 метров. У меня здесь 300 грамм. Чисто теоретически мне должно хватить на какую-то футболку. И ниточка здесь, она не однородная, она кардная, во-первых. Она очень хорошо разбухает, она такая, знаете, ватненькая, похожа чем-то на софт Донни Галтвит, то есть ее можно вот так отщепнуть, ну, в кончике она как ватка расползается. И у нее получается, давайте я попробую показать. Видите, да, вот такие, ну не то что буклешечки, да, эти бубончики, а какие-то припухлости, скопления именно пряжи кусочками. И, соответственно, в полотне это не лежит ровной лицевой гладью, если вязать лицевую гладью, а лежит такими немного растянутыми петлями. Поэтому для Жаккарда мне эта пряжа не очень понравилась, но в формате лицевой глади какой-нибудь футболки будет, мне кажется, очень интересно. Потому что лицевая гладь получится, знаете, такая неоднородная, наоборот, фактурная, она еще разбухнет, мне кажется, будет классно. Плюс цвет, вот именно как самостоятельный цвет этой пряжи белой будет хорошо. Ну, понятно, что эта футболка будет не на лето, а вот, например, когда осенью уже будет, там плюс 15 градусов. Надеть эту кашемировую футболку, сверху кожаную куртку, и даже на распашку будет очень даже комфортно на улице. Такая покупка у меня тоже была, но пока как ее применить, я еще не придумала. И давайте вернемся еще к моим процессам. Я вам рассказала, что вот сейчас активно занимаюсь отвязыванием образцов топа. Я не просто так сегодня нахожусь в этом свитере перед вами. У меня на самом деле очень много было запросов на этот джемпер, на мастер-класс. Но точно такой же я не видела смысла вязать. А тут я как-то вечером сидела, лазила в Пинтересте, пока укладывала ребенка спать. И мне попалось фото базового свитера, абсолютно базового, красивого. Он еще был связан из какой-то альпаки. И у него была невероятно качественная обработка. Там была красивая кетлевка, там было итальянское закрытие, там была красивая обработка рукавов. И что вы думаете? Я уложила ребенка спать, вышла и связала образец. Связала образец, постирала его. А на следующий день я уже начала, получается, вязать свитерочек. Это пряжа Brushed Alpaca Silk от Infinity Design. На мне, вот здесь, в оранжевом цвете, это пряжа Brushed Alpaca Silk от Drops. Но, насколько я знаю, они абсолютно идентичные. У меня в запасах была ниточка молочного цвета. И я решила, почему бы нет, раз такая идея пришла в голову. Начала вязать также регланом. У меня этот джемпер тоже связан регланом. Этот свитерочек я начала вязать регланом. Пока как оформлю рукава, я еще не придумала. У меня есть идея, что я не хочу их просто закрыть резинкой, сузить или прямые оставить. А хочу, наоборот, сделать что-то, ну, в общем, интересное. Ажур, добавить обвязку. Сейчас отвяжу полностью кокетку, сколько-то провяжу вниз тела. И потом уже перейду к рукавам и буду импровизировать, как я хочу их закрыть. Обработку сверху тоже хочу сделать какую-то интересную, качественную, чтобы это прям смотрелось, как фабричное изделие. Подумаю. Но пока вот вяжу реглан. Мне нравится, что это такой отвлекательный, на самом деле, для меня процесс. Потому что реглан я выбрала классический. Там будут кое-какие изменения в прибавках. Но на начальной стадии у меня идет через каждый ряд прибавка. Ну, то есть в каждом втором ряду. Поэтому периодически тоже повязываю этот свитерок. Я его начала буквально пару дней назад. И вот у меня уже вот столько отвязано кокетки, отвязан росток вывязан. Так что тоже процесс продвигается. Давайте я вам покажу еще, как выглядит моточек этой пряжи. Браш Тальпака Силк. Такой приятный кремовый цвет. Он не белесый. Он прям такой вот, даже немного в желтизну уходящий. Но мне кажется, этот свитерок будет базовый. Прям 100% базовый, с джинсами. Гулять с ребенком будет красиво. Если я еще реализую свою идею с рукавами, то будет вообще интересно. И плотность этого изделия у меня получилось 17 петель. Чисто теоретически 17 петель это меренос, классический меренос, совмещенный с какой-нибудь суре-альпакой или тонким махером. Или же какая-нибудь шнурковая пряжа тоже ложится в эту плотность. Поэтому, возможно, по расчетам этого свитера можно будет повторить какое-то изделие более плотное и связать такой прям теплый базовый свитер на осень себе. Но подумаю, сначала займусь вот этими проектами, потом уже буду импровизировать дальше. И на самом деле, это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Кстати, достала свой набор синит. У меня спрашивали очень многие о том, как стык, как вообще он в эксплуатации. Если честно, сейчас 90% своих изделий я вяжу на нем. Правда, мне очень нравится скольжение, мне нравится тактильно бамбук. Так как я вяжу рыхло, стыки меня не беспокоят совершенно. Причем вот у меня сейчас в образце еще здесь лежит для видео. У меня здесь довольно мелкие спицы, да, у меня здесь спицы троечка. И по идее мелкие спицы, стык чувствуется сильнее, но у меня с этим все прекрасно, абсолютно комфортно вязать. Так что могу смело вам их рекомендовать. Мне спицы правда понравились. То есть я этот набор использую. Он не просто так лежит в моих запасах. Про топ я вам рассказала, так что обязательно проходите в мой телеграм-канал. Ссылка будет, как всегда, в инфобоксе. Если кто-то хочет принять участие в тестировании, подавайте заявки. Я их обязательно рассмотрю, и мы с вами свяжем такой классный базовый топ. Ну и на сегодня мы будем с вами заканчивать. Спасибо за то, что вы были со мной. Мне очень приятно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие ролики. До скорых встреч, всем пока!